ДОЯРОК И ДОЯРОВ Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. С сегодняшнего дня в крае ограничивают движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам. Правда, ограничения действуют исключительно при жаркой погоде выше 32 градусов. А вот вечернее, ночное и утреннее время с 22 часов до 10 утра, когда на улицах становится значительно прохладнее, тяжеловесы могут спокойно передвигаться по дорогам. Мира по ограничению движения в жару распространяется на все федеральные дороги страны. В Алтайском крае это трассы А-322, Барнаул-Рубцовск, граница с Казахстаном и Р-256, Чуйский тракт, Новосибирск, Барнаул, Гордон-Алтайск, граница с Монголией. Мира должна помочь уберечь дороги от разрушения. Сегодня в Барнауле пройдет спецоперация «Тонировка». Привлечены дополнительные наряды Дорожно-патрульной службы ГИБДД. Они будут останавливать автомобилистов с «Тонировкой» на лобовом и боковых стеклах, которые инспекторы проверят на уровень затемнения. Несоответствие нормам обернется для водителей штрафом в размере 500 рублей и предписанием о необходимости убрать «Тонировку» в течение 10 дней. При этом автомобилистам могут обязать снять пленку на месте. О ходе и результатах рейда смотрите в вечернем выпуске. Октябрьский суд краевой столицы рассмотрит дело двух жителей Барнаула, которые совершили 78 подставных ДТП ради получения социальных выплат. Об этом сообщает информационное агентство «Банкфакс». Какие еще новости попали в поле зрения «Сибирской медиагруппы» смотрите в обзоре. По версии следствия, обвиняемые в 78 подставных ДТП приобретали автомобили, на которые оформляли полисы ОСАГО в одной из страховых компаний. После умышленно совершали аварии и требовали от страховой возмещения убытков по ОСАГО. Получив деньги, сообщает «Банкфакс», они делили их между собой и тратили на собственные нужды. Барнаульцам не удалось довести свой план до конца, так как компания пристановила выплаты по 20 страховым случаям. Обвиняемым теперь грозит пять лет лишения свободы за покушение на мошенничество. Комсомольская правда Барнаул пишет, что в торговом центре Европы на голову девушки упал кусок декоративной плитки. Удар был настолько сильным, что потребовалась даже медицинская помощь. Ее оказали на месте. Горожане, обсуждая это, высказали мнение, что случай с такой в Америке пострадавшая могла бы получить за это деньги. Жители Наукограда наконец-то смогут посмотреть матч России-Хорватии в новой фан-зоне. Бесплатное место просмотра появилось практически под занавес чемпионата. На стадионе юбилейный. Крики болельщиков не помешают спящим соседям, пишет бейский рабочий. В час ночи здесь ждут всех желающих. Адрес стадиона переулок Клипового, 60. После матча уже 8 июля развозить болельщиков будут автобусы двух маршрутов 23 и 35. До шести лет за решеткой за одну крупный штраф грозит чиновнику из Бийска. Факт мошенничества выявили в Краевом ФСБ. По информации уже следкома, начальник отдела транспорта и связи администрации Наукограда Дмитрий Брызгалов обманным путем присвоил себе более 600 тысяч рублей с городской казны. Эти деньги принадлежали городскому транспортному диспетчерскому центру. По поддельным документам их перечислили одному из перевозчиков, якобы за перевозку льготников. Чиновника задержали в августе прошлого года, все это время шло следствие. В декабре 2015 года обвиняемый, введя в заблуждение директора муниципального унитарного предприятия, убедил изготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей. Хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы, которую впоследствии присвоил. Уголовное дело по статье «Мошенничество» в крупном размере следователи направили в суд. Пока шло предварительное следствие, Брызгалов своей вины не признавал. В то же время в ведомстве заявили, что чиновник часто привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушение кодекса этики по противодействию коррупции. Чемпион мира по смешанным единоборствам прилетел на Алтай. У нас в гостях Джефф Монсон запланировал насыщенную программу. Так, в Барнауле. Он сыграет футбол вместе с трудными подростками и проведет мастер-класс. Перед этим в сибирской медиагруппе знаменитый на весь мир боец ответит на вопросы ведущих журналистов холдинга. Наверняка Джефф поподробнее расскажет о том, зачем он получил российское гражданство и о значении многочисленных татуировок, например, о серпее молоте, а также красно-черной звезде на груди. Сразу же после этого Монсона ждут в спортивном манеже «Темпо». Именно там запланирован мастер-класс, автограф-сессия и футбольный матч. Вход бесплатный. Чуть больше двух суток осталось до судьбоносного матча сборной России против команды Хорватии. Мы решили узнать, на что готовы барнаульцы, если победу одержат наши футболисты. Я жене тогда помою полы в доме. В дом один раз? Всего? Ну, неделю буду мыть полы. Я пойду в магистратуру. Ну, пронесу свою девушку от Сумы до речного вокзала на руках. А мороженое любишь? Угу. А давай пообещай, что если наша сборная победит, ты не будешь до конца года есть мороженое. Обещаю. Я тогда достану свой карнавальный костюм божьей коровки и станцую джику на новом мосту. 9 июля я объявляю в случае победы вход в барнаульский зоопарк бесплатно. Научить учить вундеркинда. В течение недели на Алтае будут обсуждать, как развивать образование для одаренных детей. В Барнауле стартовала Всероссийская конференция Центра фонда Андрея Мельниченко. Его задача – формировать особую среду для талантливых школьников. А в базы и проведение конференции стал технический вуз, где уже год действует один из таких центров. В нем побывала и наша съемочная группа. Инженерный антистресс, антитряс – первый патент пятиклассника Миши. С виду обычная доска, но с креплением для руки и подставкой под нее, чтобы пользоваться гаджетом в любых условиях. Гениальное просто. Испытуемые набирали заданный текст в течение одной минуты. И затем, сравнив количество опечаток и объем текста, понял, что мое устройство позволяет увеличить скорость и качество набора текста во время движения транспорта. Ниша здесь – один из младших. В Барнаульском центре детского научного и инженерно-технического творчества наследники Ползунова, созданного при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компаний в Политехническом ВУЗе, занимается 400 школьников. Углобленная химия, физика, математика, инженерия – все бесплатно. Задача центра, чтобы одаренный ребенок стал одаренным взрослым. Потому что по поводу того, что если от природы что-то дано, то ребенок, несомненно, пробьется и сделает себе карьеру и успешную путь жизни проложит, это далеко не так. Два учебных класса, три лаборатории. Для открытия экспериментов и нашей планеты ученики не ограничиваются. Вот маятник, чтобы измерять время движения, например, на Марсе. Например, на 67 градусов будет колебаться. В три раза получается медленнее, чем на Земле. Анина спускает с небес на Землю. Она выращивает горох, облучая семена лазером. Когда мы засвечивали красным лазером, эта группа взошла быстрее всех. Где-то в полтора раза. Это может помочь голодающим людям, у которых еда растет очень медленно. Всю неделю преподаватели из девяти регионов страны будут делиться опытом, как выявить одаренных детей, развить их научный талант, применить его, добившись успеха. Участники конференции не сомневаются за этими детьми будущей страны, а значит им развивать промышленность, науку и экономику. Анастасия Дороган, Александр Андропов. Наши новости. Сегодня в крае начался краевой конкурс среди доярок. В нем примет участие свыше 40 операторов машинного доения коров, победителей районных состязаний. Среди них, кстати, есть несколько мужчин. Участникам предстоит пройти тест на оценку теоретических знаний, а также несколько практических испытаний по сборке и разборке доильного аппарата, в демонстрации самого процесса доения. Победителю конкурса вручат премию в размере 30 тысяч рублей. Он будет представлять Алтайский край уже на федеральном уровне. Общероссийский этап конкурса пройдет в следующем году. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». В крае переменная облачность, местами дождь. В Алиске, Заринске, Барнауле днем плюс 21. Ветер западный умеренный без осадков. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова